Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Начинаю новый влог. Сегодня у меня будет влог такой немножечко обо всём. Ну, в общем, снимала я там предыдущие дни и немножко поснимаю сегодня. В общем, такой немного обо всём. Не знаю, когда выйдет, когда успею смонтировать этот влог, но либо в Пасху, либо перед ней. Поэтому хочу заранее поздравить вас с наступающей Пасхой или уже с наступившей, как получится, Пасхой пожелать вам мира, добра, здоровья, всего-всего самого наилучшего. Берегите себя, любите себя, и всё будет отлично у нас. Думала я в этом году испечь куличи сама, но по ходу дела, наверное, скорее всего, не сделаю это, но как-то так. В общем, скорее всего, куплю. Яйца, конечно же, мы красить тоже будем с детьми. То есть, вот такой вот у нас обычно Пасха мы празднуем. Это у нас такой пасхальный завтрак, да, такой вот именно на завтрак едим крашеные яйца и куличи. В общем, супер. Я, кстати, очень люблю именно творожные куличи. Мне кажется, они самые вкусные. Вот. Дом я особо, кстати, к Пасхе не украшаю. Ну, как-то так получается у меня. Вот. Ну, украшаю обычно красиво, накрываю стол для завтрака. Вот. Ну, потом уже в каких-нибудь следующих видео обязательно вам покажу. Единственное, что у меня будет новое украшение на холодильнике. Мне как-то давно, правда, спрашивали, я говорю, почему у вас так много на холодильнике всего понавешено. На холодильнике у меня понавешены рисунки моих детей, работы моих детей, которые они делают. Раньше делали в садике, сейчас в школе. Но старший сын уже не так чаще они там что-то делают. А вот младший, вот, например, он мне к Пасхе принёс. Они сделали вот такую вот работу. Очень мило. На самом деле для меня это самые дорогие вещи в моём доме. Здесь ему даже поставили пятёрку. Вот. А здесь цыплёночек вылупляется из яичка. И второй рисуночек у меня вот такой вот. Это кулич. Здесь цветочки. И крашеные яйца в такой белой мисочке. Ну, у мамы в основном мисочки белые, поэтому сын и нарисовал. В общем, тоже мы здесь поставили пятёрку. Он мне учится в первом классе, если что. Вот. Так что вот такие вот у меня будут к Пасхе как раз висеть на холодильнике. Обязательно я туда вешаю, работы храню. Я считаю, что это самые дорогие вещи, которые могут быть только в доме. Вот. В конце этого видео по просьбе одной моей зрительницы я покажу вот этот браслет. Она меня давно просит. В общем, про браслетики немножко расскажу. И про украшения. В основном, конечно, у меня серьги. И это вот на данный момент на мне это бижутерия. И у меня есть много новинок бижутерии. Я вам тоже... Я сниму отдельный ролик про это. Ну, потому что часто спрашивают, чтобы я, допустим, отправляла к тому ролику посмотреть. Ставлю ссылки, которые не сгорели. В общем, будет такое отдельное видео. И сегодня я хочу вам показать немножко еще свой заказ с Вальбрес. Я снова заказала себе кислородный очиститель. Мне он очень нравится. Вы знаете, это средство прямо для меня. Я вам серьезно говорю. Это когда замочил, достал, и все у тебя уже чистое. То есть не надо ничего натирать, стереть щеткой. Вот. И супер средство. Я уже говорила, я его добавляю в столовую ложку при стирке. Ну, когда какие-то есть пятна, скажем так, на... Свежие пятна удаляет при стирке. А, конечно, такие старые пятна нужно замачивать в нем. В горячей воде вы добавляете столовую ложку, и все замечательно. Вот такую упаковку 2 килограмма. У меня как раз будет один стоять на кухне, второй у меня будет стоять прачечный, скажем так, если можно так назвать. Сейчас я при вас тоже вскрою. На самом деле, средство очень классное. Но когда вы его добавляете в горячую воду, происходит такая реакция. Никаких паров едкого запаха или еще что-то такое нет ни в коем случае. Вот. Вот здесь две упаковочки как раз. Супер. Здесь 100% натуральные природные компоненты. Использовать можно много для чего. Я использую его также для промывки кошачьих лотков. У меня трое кошаков. Вот. И поэтому для меня это... То есть здесь вот написано, да, для дезинфекции. В том числе хорошо удаляет запах. Также я его использовала для промывки посудомоечной машины. Девочки, огонь. Хорошо очень промывает. Вымывает даже, знаете, вот из лопастей остатки. Ну, остатки вот какие-то, да, там какой-то налет, может, скапливался или что-то в этом духе. Пластик не разъедает. Я в прошлый раз вам показывала. Я замачивала кастрюльку с пластиковыми ручками. Ничего с этими пластиковыми ручками не произошло. Можно использовать также для чистки сантехники раковины. Я его еще засыпала для прочистки труб на кухне в раковине, да. То есть вы насыпаете этот порошок, тоже столовую ложку, и заливаете горячей водой. Происходит реакция, все хорошо очищается, прочищается. Для чистки поверхности, для посуды, для стирки. Здесь все указано. На самом деле использовать, я считаю, что можно много где. Вот. Так что сейчас я как раз буду этим заниматься. Ну и так, сегодня немного обо всем. Ссылку, конечно же, я вам оставлю. Так, ну что, начну я с того, что промою свою посудомоечную машину. Добавила я сюда, на самом деле, две столовые ложки. Просто одна ложка у меня набралась неполная. Прямо вот так вот насыпаю вниз и ставлю. У меня такая программа есть. Она делает достаточно такую горячую воду и моет 40 минут. Как бы быстрая такая программа. Вот как раз на нее я ставлю. Она у меня промоется. Все лопасти промоются. Будет супер. Нагрела я здесь воду. Вот такую большую кастрюлю. Не знаю, сколько она литров, девочки. Но вода прямо у меня кипела даже. Хочу промыть вот эти ложки. Они, во-первых, стали у меня, видите, такие как с налетом, что ли, каким. И вот здесь, где рисунок на самой ручке, там тоже как будто бы какой-то налет забился, что ли. Я не знаю. Хочу, в общем, все их промыть, чтобы они стали блестящие. Потому что у меня кастрюлька та, которая чистила, она блестящая. Хочу, чтобы ложки были. И фильтр от вытяжки. Тоже, видите, у меня в каком-то состоянии не очень хорошем. В общем, вода горячая. Будем насыпать сюда средства. Я не знаю, сколько здесь литров, но я решила 4 ложки сюда добавить. Наверное, даже переборщила. Можно было бы и поменьше, кстати. Вот. Видите, какая сразу же пошла реакция. И буду отправлять аккуратно, потому что вода горячая. Вот. Буду отправлять сюда. И сразу видно, смотрите, какая вода. Сразу какие-то вон там непонятно, что отходит отсюда. В общем, вот такая вот грязная сразу вода. То есть сразу же идет реакция. На самом деле, надо было брать для вот этих фильтров не кастрюлю, а такую у меня емкость. Если она у меня на улице, я в следующий раз обязательно так и сделаю. Смотрите, какая разница. Я не терла ни щеткой, ни чем другим. Вот. Вытаскиваю при вас. И вот такая огромная разница в фильтрах. Фильтр полностью у меня сюда не поместился. И из-за этого он у меня до конца так и не очистился. Надо будет на улице найти. У меня где-то был такой вот тазик, что ли, такой квадратный. Вот я пытаюсь тут... Ну, это не поварешка, это соусница. Вот так вот сделать. Но все равно нет. Надо именно замачивать полностью. Так как все-таки это такая мелкая решеточка. И нужно, чтобы прямо отмокало все. Вот. В общем, пойду на улицу, поищу, пока поставлю как есть. Смотрите, какая черная вода. Сама, кстати, вот эта соусница у меня тоже неплохо так отмылась. Очистилась. Стала блестящей. Так что попутно ее тоже помыла. И смотрите, как очистилась. Где пластик? Видите, пластик не разъедает. Нет, все хорошо. Буду отправлять. Промываю просто обычным средством для посудомойки. Но видно, видите, посередине не отмылась все-таки. Несмотря на то, что я постоянно поливала. Нет, надо замачивать. Смотрите, какая черная вода. Вы представляете себе, какой у меня был фильтр грязный. В общем, кошмар. Хотя я его регулярно мою. Аккуратнее, тут у меня еще горячее. Буквально минут 15 у меня все это постояло. И ложки хорошенечко отмылись. Вот эта часть вообще вся блестящая стала. Сами ложки тоже блестящие. Я их сейчас промою еще средством для мытья посуды. Вот. Ну, чтобы остатки средств здесь не оставались, да. Какие-либо. Вот. И покажу вам результат. Ну, вот здесь вот, где основание, как бы, самой ручки к соуснице, тоже хорошо промыло. Смотрите, какие у меня чистенькие фильтры. Только посередине видно. Там, где не было замочено все это дело, где я просто поливала, там, конечно, не так чистенько, как вот эта часть, которую я первая опускала. Ну, и вы сразу видите, какие блестящие у меня ложки. Смотрите, какая красота. Просто вот я показываю. Видите, у меня здесь такое напыление, как бы, золотое. Ну, как бы, под золото, да. Вот. И оно не разъелось. То есть средство безопасное для поверхности. И при этом хорошо очень удаляет грязь. Даже вот эта соусница, вот в этой части, где основание, тоже все. Смотрите, все блестящее, все супер. Ну, и посудомойка, конечно же. Вся хорошо промылась. Никакого запаха, ничего нет. Супер. В общем, ссылку, конечно, я под видео оставлю. Я всем рекомендую это средство от всей души. Мне оно действительно очень нравится. Я его использую везде, где только можно. Посудомойка ничем не пахнет. В общем, всякие остатки, накипи, я не знаю, каких-то пищи, еще чего-то. Все это тоже хорошенечко отошло. В общем, супер. Даже вот пластиковая корзиночка. Видите, ничего не повредилось. И пластик нигде. Все супер. Сейчас забирала старшего и младшего со школы. Пришла вам показать. Забрала старшего пораньше, пока ждали младшего, пока у него там английский язык. Зашли, в общем, снова в магазин «Глобус». Вот мои все. Мои все хвостики тут. Да, я покажу. Ля фан. Ля фан, иди. Я понимаю, что это твоего хозяина. Купили, в общем, старшему сыну. Лео. Ты что такой вредный? Старшему сыну зашли, купили футболку. Здесь написано «Найк», но это, конечно, не «Найк». Стоила футболка 949 рублей. Это в магазине «Глобус». А брюки стоили 1049 рублей. Просто вот такие обычные спортивные штаны тоненькие. Ну, как тоненькие. На физкультуру ему. Все они черные, а показывают у меня как синие. На физкультуру походят, а летом потом в прохладную погоду тут по участку. Вот. В общем, это сынишки. Да? Твоему хозяину. Хозяину твоему любимому. Еще мужу взяла три футболочки. Ему в прошлый раз, помните, я показывала, брала ему две футболки. Они ему очень понравились. Они не подсели, не потеряли свой цвет, не перекрутились. Вот так вот. В общем, классные футболки. Стоят недорого. В общем, взяла ему еще три. Вот одну такую футболку пола. Единственное, что здесь ткань такая наподобие спортивной. Вот у меня муж и старший сын любят такую ткань. Вообще дети любят. Я вот не очень люблю, на самом деле. Так, цветы мои не трогай, пожалуйста. Слышишь, что говорю тебе? Вот. Взяла вот такую пола. Ну, мне же точно она понравится. И вот такая пола стоила 1399 рублей. Ля фан. Ну, я сказала, не трогай. Что ты делаешь? Вот. 1399 рублей. Вот. Но мужу понравится. Он любит у меня такие. Вот. И еще обычные вот такие футболки. Одну. Еще обычные вот такие футболки. Ну, Лео, ну ты что, издеваешься надо мной, что ли? Лео, он издевается надо мной. В общем, вот такую, с такой надписью. За 549... Нет, 599 рублей. Вот такая вот, вот этой вот марки. Она такая, тоже цвета хаки. С такой надписью здесь футболочка. Ну, что делает кот? Ну, что кот делает? Издевается надо мной. И вторая вот такая серо-голубая. Вот с такой вот надписью. Тоже она стоила, вторая... 699. Вот это 699. Вот это 599. Но, знаете, для такой цены качество очень хорошее. Она такая достаточно плотная. Мужу, в общем, очень понравилось. И не подсаживается. То есть можно спокойно брать размер в размер. Я в прошлый раз чуть побольше ему взяла. Ну, мужу тоже понравилось. Вот что ты делаешь? Что там нюхаешь? Слюни свои напускал. Посмотрите. Леофан, ты чё? Ты чё творишь? А себе я за 449 рублей купила очередное домашнее платьице. По цвету очень подходит с Леофаном. Да, я знала. Я знала, какое платьице брать. Вот. За 449 рублей, девочки, это вообще огонь. Соответственно, что она, мне кажется, безразмерная. Потому что размера тут нет. Вот это что такое? Это просто что-то вот. Что-то вот. Кто умеет на китайском читать, да? Я не умею. Сзади идёт вот такая пуговка в виде, ну, типа а-ля... Он издевается надо мной, девочки. А-ля жемчужинка такая. Уйди. Дай показать. Вот. Просто такое прямое. И внизу идёт вот такое кружево. Кому не нравится кружево, можно его отпороть. Оно идёт вот такое вот большое. Смотрите, какое. Вот. За 449 рублей, я считаю, вообще огонь. И хлопок такой, знаете, мне нравится. Он как... Такой шершащий, знаете, как такой вот плотный хлопок. Летом ходить вообще супер. По дому ходить за 449 рублей. На самом деле, оно такое платье, что можно и не только по дому ходить. Я вот, например, считаю. Но я для дома купила. Да? Да, кисонька моя? Кс-кс-кс. Ты красивый? Ты красавчик? Бона тоже с Джуси отдыхают. Также я на ужин тут готовила перцы. Перцы вот эти сами я замораживала летом. Кто вот... Кому тоже нравится идея заморозки, я вам очень советую. Это, во-первых, облегчает жизнь. Это экономия. Можно сразу нафаршировать. Можно, то есть, сразу фаршированные заморозить. Главное, чтобы было где хранить, да? Иметь морозильную камеру или ларь, или что-то в этом духе, да? Вот, я замораживаю их, вставляя друг в друга для экономии места. В общем, залила водичкой, добавила лавровый листочек, то есть, нафаршировала фарш вместе с рисом, со специями. Прямо, не дожидаясь, когда они разморозятся, прямо их нафаршировала. Все поставила варить. Вкусный, полезный ужин готов. Вот они у меня. Единственное, что они у меня перевернулись. Вот, но ничего. Фарш оттуда не выпал, поэтому хорошо. Снимаю еще вот эту пенку, я, кстати, которая здесь есть. Не знаю, зачем, наверное, нужно. Вот, в общем, вот такой вот у нас будет ужин. Я обожаю фаршированные перцы, муж у меня не очень их любит. Вот, но я обожаю, и для меня это всегда аромат лета. Знаете, вот, потому что раньше, когда я была маленькая, такое блюдо готовилось только летом. Вот. Еще хочу вам показать по продолжению темы цветов. Вот я устраиваю периодически душ для цветов. Поливаю, ставлю в ванну, и поливаю просто из душа такой слегка теплый или слегка прохладный, можно так назвать, водой. Хорошо промываются листья. Когда цветок 1-2, да, можно протереть тряпочкой, но когда их много, как у меня, это просто невозможно сделать. Вот, вынимаю из вот этих вот кашпо, то есть убираю поддончики все, и они у меня еще стоят после того, как я их промываю. Я мою еще поддоны обязательно. И они у меня здесь в ванной стоят, стекают, ну, минут 15, наверное. То есть у меня намокает и сама земля, и промываются от пыли, грязи все листья, все хорошенько я промываю. Мне часто устраивают душ, наверное, можно сказать, раз в квартал. То есть какие-то я промываю почаще, какие-то реже. Большие у меня моются только один раз в год, летом, в жаркую погоду, вечерком я выношу, и тогда они моются у меня прохладной водой. Но растения отзываются очень хорошо на данную процедуру, поэтому вот тоже рекомендую для начинающих, так сказать, цветоводов, любителей. Очень рекомендую вам периодически так делать. Но не все цветы любят подобную процедуру. Те цветы, у которых листья такие пушистые, ну, наподобие фиалки, наверное, им не понравится такая процедура. Ну, и вот подобные, знаете, вы поняли, да, про какие цветы я говорю. Так, ну что, и в конце этого видео, как я обещала, расскажу немножко про браслеты. Значит, вот этот браслет, вот это, это лимонное золото, покупалось в магазине Sunlight, был подарок мужа на какой-то праздник. Вот. Вот этот браслетик я заказывала с Алиэкспресс, и на самом деле я думала, что это, на Алиэкспресс это натуральные камни, девочки. В общем, 100% натуральные камни, единственное, что ссылка на него сгорела, но я думаю, что можно найти подобные. Значит, на Алиэкспресс, как я почитала, иногда продают камушки а-ля натуральные, то есть они окрашены, да, под натуральные камни. Здесь нет, я его не снимаю. Единственное, что у меня посветлело, выгорело, скажем так, вот эта вот сама ниточка, но камушки остались целыми. Ссылка сгорела, оставить ее не могу, к сожалению, но и здесь браслет, не знаю, есть еще ссылка или нет, если есть, то я оставлю вам под этим видео. Кстати, заказала себе новый браслет на часы Apple, да, и, что я его туго слишком одела. Короче, заказывала, ну, это не оригинальный браслет, да, это просто браслет, что-то там 200 рублей стоил. Вот, заказывала розовый, хотела, знаете, такой бледно-розовенький на лето, мой предыдущий не испортился, просто захотелось что-то новенькое, да. А пришел вот такой оранжевый, коралловый, можно так назвать его, но, в общем, да. Красная ниточка, которая у меня вот здесь вот, не имеет никакой... Смотрите, что пытается сделать девочки. Залезть на мою полку с цветами. Бандит, нельзя. Я вам накажу сейчас. Посмотрите, что делает, а. Посмотрите на него. И тебе не стыдно? Сейчас я его сниму оттуда. Лось такая прыгнет, у меня полка вся оторвется. А? Лосяш мой. Ты мой слойченький, лосяш. Ты такой слойченький у меня. Иди. Вот тут думал тоже, да. Так вот, по поводу вот этой красной ниточки. Никакой смысловой нагрузки она не несет. Там нет сглаза, ничего. Нет, ничего. Я просто делала какие-то заказы на Алиэкспресс. Мне положили в подарок. Здесь вот была такая... Типа Hello Kitty. Да, знаете. Вот. И этот браслет... Я вот эту ниточку как одела один раз. Так ее и не снимаю. Хожу с ней. Мне на самом деле она нравится. Но не несет... Я не вкладываю в нее никакую смысловую нагрузку. Многие вкладывают там от сглаза еще чего-то. Не-не-не. Не. Я в это вообще не верю. Так. Давайте я переверну камеру и покажу вам вот этот браслет поближе. Так. Перед тем, как его показать, я его не чистила. Вот сняла с руки. Я принимаю душ. Убираюсь с этим браслетом. Все делаю. Единственное, я его снимаю тогда, когда иду в бассейн. Почему-то мне кажется, что хлорку уж совсем будет плохо для браслета. Вот. Значит, это все серебро. Когда-то вот этот и вот этот был с... Как вы видите, желтая, как бы с позолотой. Но позолота вся слезла. Значит, давайте покажу. Здесь вот такая как бы монетка. Нарисован тут пальма, море. В общем, такая она когда-то была вся позолоченная такая. Дальше. Здесь у меня... Ну, понятное дело, люблю животных. Поэтому у меня тут такая лапка. Дальше. Вот такая подвеска. Крестик. Как этот... Крылышко ангелочкой сердца. Для меня это вера, надежда, любовь. Вот. Тоже здесь был, по-моему, крестик был розового золота. Вот это было лимонного золота. Покрытие сверху. И здесь было чисто серебряное. Как вы видите, все стало серебряным. Камушки здесь у меня не вылетели. Здесь тоже. Дальше. У меня есть вот такая обезьянка. Это был один из первых у меня купленных. Потому что мне понравилось вот этот вот длинный хвостик. Он не отлетел. Хотя многие писали, что вот эта цепочка длинненькая, она отлетает. Но нет. Но у меня отлетела вот у этого шармика. Это здесь такая планета. И вот здесь, как вы видите, был прикреплен самолетик. Отлетел, потерялся. Когда я его потеряла, я не знаю. Где потеряла, тоже не знаю. Но ношу теперь его. То есть, как бы планету. Можно так сказать. Дальше. Вот такой бантик у меня есть. Тоже мне нравится. Он не отлетел. Камушки из него. Ну, камушки сразу все это. Тоже не вылетели. Супер. И вот такое сердечко. Оно просто сердечко. Оно было просто сердечко серебряное. Тоже мне нравится. Мне больше нравятся вот такие весюлечки именно. И вот такие два сердца и корона. Вот. Тоже особо никаких смысловых. Кроме вот этой лапки. У меня нагрузок к этому тоже браслетику нет. Вот так вот он выглядит. Он немножко растягивается. Изначально у меня был куплен кожаный. Кожаный порвался. А вот этот вот он немножко растягивается. Имейте ввиду. Лучше чуть-чуть поменьше купить, на мой взгляд. Чем он будет потом у вас на руке неудобно болтаться. Вот так вот он у меня выглядит. У меня нет вот этих стопперов тут. Или как они называются? Ну, которые сюда крепятся, чтобы не катались туда-сюда. Мне, наоборот, вот это нравится. Когда я хожу, все это немножко бринчит. Но мне очень нравится. Это мой любимый браслет. Вот. Ношу его. Вот такой бассейн снимаю. А так принимаю душ, принимаю ванну, с ним убираюсь. Все с ним делаю. Все замечательно. Кроме вот того, что позолота вся сошла. То есть можно с позолотой даже не покупать. А, и вот здесь вот, да, вот у меня еще, видите, страйзика нет одного. Вот. И отлетела вот это вот у меня самолетик. Но это надо думать. То есть если носите на постоянной основе, то вот это все, конечно, может отлетать. Вот. Так что вот такой вот у меня в Sunlight браслетик. Ну что, про браслетики я выполнила запрос. Надеюсь, что выполнила. Еще раз повторюсь, про бижутерию будет у меня отдельное видео. Постараюсь не задерживать его. Вот. Ну и на сегодня я уже буду с вами прощаться. Надеюсь, что вам понравилось такое видео. Он был для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. А, еще вот, забыла. Кто-то мне написал, что полосел у меня вот этот цветочек. Не полосел. Это плети. Вот видите, они... Какая вот эта, вот эта плеть. Вот это, вот это еще плеть. Она, это я вытащила из-под вот этой тумбы, на которой у меня стоит аквариум. Он туда зачем-то полез. И они получились у меня такие бледно-зеленые, без листьев. И, в общем, я сюда повесила. Надеюсь, что... Вытащила их, в общем, оттуда. Надеюсь, что они позеленеют. То есть, ну, пойдут расти листочки. Очень на это надеюсь. Вот, в общем, на сегодня все. Всех люблю, целую и до новых встреч.